Привет! Так, мы снова с вами, снова печи. Готовить сегодня будем, как это у нас череда ребер, да, свиные ребрышки, запеченные в фольге. Мы их уже готовили на выездной сессии, они всем безумно понравились, но комментарии поступили такие, что, ребята, было классно, здорово, но ничего не понятно из ваших рецептов. Поэтому сегодня мы отдельно снимаем этот ролик, да, который очень просили. Просили и соседи по даче, просили ребята, которые были с нами на выездном мероприятии, просили наши подписчики на ютубе. Давайте приступим! Рецепт до безумия простой, маринованию ничего не нужно, да, не понадобится. Мы возьмем свиные ребрышки, завернем их в фольгу вместе с чесноком и томатами, соль, перчик. Сначала потомим на решеточке, потом решеточку снимем, когда ребрышки будут готовы, дадим им колер. Использовать будем ребра, еще раз, да, повторюсь, помидоры. Какая потрясающая краска, да, прям осенняя, как за окном. И желтый есть, и бордовый есть, и красный есть, там вообще, да, есть еще зеленый. И чесночок. Так, помидорчики мы здесь уже помыли, подготовили. Не получается жонгрировать, знаешь? Так, режем их кружочками. Я думаю, что на такое количество ребер нам понадобится пара помидорчиков, не больше. И чесночок. Возьмем полголовки. Здесь мой нож похвалили в инстаграме, прикинь. Ничего себе. Кто не знает, у вас есть инстаграм-канал. Мы там редко, но очень редко пасти. Да, кстати, ссылочка на наш инстаграм-канал, она размещена на главной странице канала в ютубе. В правом нижнем углу. Кстати, если у вас есть предложение где-то нам еще страничку открыть, тоже предлагайте. Ну, на фейсбуке запустили страничку. В одноклассниках я не разобрал. Как там делать без должных, вернее, без лишних телодвижений. Репост. Сыл с ты. Слушай, мне кажется, надо обратиться со стороны нашего канала к нашим подписчикам. Уважаемые подписчики, если есть желающие, во-первых, подписывайтесь, ставьте лайки, размещать наш контент в социальных сетях, мы готовы рассмотреть любые варианты сотрудничества. Договоримся, пишите. Накормим. Пальгам. Ну, что мы на 4 порции сделаем. Все это наши ребрышки и наши освиные. Почему все эти самые, все блогеры говорят, наши ребрышки, наши помидорчики, наше блюдо. Наши бананчики. Что за наши, да? Слово поразит, на самом деле, блогерское. Да, вот так вот, ну, по 3 ребрышкам разделим. Так, как-то что-то у меня как-то ребрышки. Вот оно ускакало, а вот оно. Так, ну и все просто, как наши незаказные рецепты. Нам обычно заказывают тяжелые рецепты, сложные. То, что мы просто ленивые и себя любим, поэтому все полегче. Мы любим вкусно, быстро и просто. Помидорчики, соль, чесночок, чесночок, помидорчики, соль и капелюшку перца. Плотно завернем, чтобы соки остались внутри. И обжарим на мангале. При этом, да, вот наша практика показала, что иногда фольга об острые края ребер может порваться. Вот в этом случае нужно будет еще один слой фольги прописать, провернуть. Страховка. Ибо все вытечет и будет невкусняво. Соль. Так, ну что, ребрышки завернули. Смотрите, нам угли не важно, чтобы они были серые, да, как для классического шлыка, потому что есть броня на ребрах, да, в виде фольги. Нам важно, чтобы там все соки закипели и ребра протомились хорошенечко. Отправляем их, как есть, на довольно жаркие угли. Даже, вон, с полки огня, ничего страшного. Слушай, на слову по времени, чтобы народ понимал? Ну, не знаю, минут десять, да, там, пятнадцать мы будем их обжаривать, постоянно переворачивая с каждой стороны. Там соки будут бурлить, кипеть, чеснок, томат, отдавать все свои вкусы. Хочется, нам надо так вкусно говорить, хватит. Поковоряй, палочка. По факту, прошло около 20 минут, снимаю я ребрышки. Так, сняли, давай развернем, посмотрим. Что-то у нас получилось. Как все... Знакомый аппетитный аромат. Чесночок, томатик убираем. Ебрышко достаем. Смотрите, как оно все протомилось, да? Опа. Все равно это у нас пока полуфабрикат получается в рамках этого рецепта, да? Ну, осталось дать ему красивую аппетитную корочку. В принципе, можно есть и так, если у тебя проблемы с животом, диета. Ну, про это чеснокатая. Так, а чеснокатая не будет, мы все убираем. От него получили только аромат. Так, и обратно на мангал, и гли седые уже здесь, да? Они там сильные, не нужны. Слушай, какой запах-то обалденный. Что мне на выездном мероприятии тоже самое говорю, какой запах-то обалденный. Густи, все, которые приходили, говорят, какой запах-то обалденный. Что, очень простой на самом деле. Рецепт, да? Без никаких заморочек. Ну, запах обалденный. Как аппетитно падает, капает свиной жирок, распаляя пламя. Поэтично, фактически, да? Вот, всякая корочка замечательная, замечательная получается. Сейчас, сейчас, еще чуть-чуть, и все будет готово. Не истекательно. Вот они багряные отблески. Как на твоя фраза, пошли мы за кислинкой от живого огня. Красотень. На самом деле, вот здесь огня не стоит бояться, да? Там, вытушить его водой и заливать в кашлыках классических. Он даст просто ровную корочку, что там же здесь не нужно жать, мы все контролируем. Барки-слинку мы уже объясняли. Ну, это американский стиль гриль. Ну, что, смотри, все готово. Аппетитная корочка у нас готова. Такая вот замечательная. Вот такая вот замечательная. Ну, смотри, все, аппетитная корочка готова. Все хрустит. Этот кусочек немножко ушел в кислинку американскую, которую Константин не очень любит, да? А мне нравится. Вот. Можно даже разрезать, показать, что из этого вышло. Какая-то неудобная вилка какая-то. Внутри. Что, все прожарилось, все от костей отходит. Все вкусно, сочно, с овощным салатиком. Все, ребят, быстро. Это получасовые ребра без маринада готовы, да? Меня там уже тоже под к столу зовут. Я хватаю тарелку, хватаю наше осеннее ассорти овощей. Бегу кормить народ, а с вами прощаюсь. С вами были ваши мужики у печи. Готовьте с нами, готовьте лучше нас. Субтитры сделал DimaTorzok